С Думы на этом фоне намерены запретить продажу слабоалкогольных энергетических напитков в стране. С такой же инициативой, ограничиваясь Омской областью, выступают депутаты ЗАГСобрания. Эта мера необходимая, считают и те, и другие. Ведь по данным Росстата, почти половина населения страны в возрасте от 15 до 25 лет употребляет алкоголь. Эти напитки уже запрещены во Франции, в Дании, в Норвегии, а также в некоторых штатах США, среди которых Вашингтон, Юта, Оклахома и Мичиган. Краснодарский край и Ростовская область тоже наложили запрет на продажу этих напитков. Очередь за Омской областью. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение на первом заседании ЗАГСобрания о санесесии. Формулу популярных и опасных жидкостей выясняли Денис Ионос и Артем Колесников. Они и окрыляют, и опьяняют. Алкоголь плюс таурин плюс кофеин равно слабоалкогольный энергетический напиток, коих на прилавках достаточно много. И рассчитаны они в первую очередь на молодежь за счет яркой упаковки и относительно невысокой стоимости. Красители, ароматизаторы, подсластители и консерванты. Около 9% спирта. Это почти 50 граммов водки. 300 миллиграммов кофеина. Это почти 4 чашки крепкого кофе. И все это лишь в одной банке так называемой Яги. Врачи бьют тревогу, ведь многомиллионный бизнес и маркетинг губят молодежь. Расчет прост. Не каждый опрокинет рюмку водки. А в коктейле все замаскировано за вкусовыми добавками. Ощущает сердцебиение, увеличивает нагрузку на сердце, на головной мозг. Поэтому эти напитки категорически нельзя использовать детям, беременным женщинам, людям, страдающим патологией сердечно-студистой системы. То есть у кого повышается артериальное давление, есть проблемы с сердцем. То есть больным людям однозначно пить его нельзя, а здоровым их пить нельзя, потому что к ним может быть привыкание. Потому что если человек постоянно привык к какой-то искусственной стимуляции своей нервной системы, то потом без нее будет обходиться сложно. Эти напитки в магазинах продают по предъявлению паспорта. Производитель предупреждает. Не более одной банки напитка в день. Он также противопоказан больным и беременным. Но ограничиваются ли молодые одной банкой? Запрет на производство и реализацию славоалкогольных энергетиков обсуждали в Госдуме еще в марте 2013. Но тогда рассмотрение законопроекта перенесли на нынешний год, ведь он противоречил регламенту Таможенного союза. Вспомнили об этой проблеме только в августе. Сейчас вносят правки. Но принимать решение о запрете на продажу можно даже на местном уровне. Суды подтвердили возможность вложения данного запрета именно законодательным актом в регионе. Кроме того, даже судебная практика подтвердила право субъекта ограничивать розничную торговлю без алкогольных тонизирующих напитков, аргументировав это тем, что в настоящее время федерального закона в данной области нет. Тем более уже есть успешный опыт других регионов Краснодарского края и Ростовской области. Торговля – это бизнес, и он не разграничивает товары на вредные и полезные. Поэтому даже продажи алкоголя – реальные деньги в бюджет. Но это не должно быть камнем преткновения перед принятием закона о запрете, уверен депутат Справедлива Роспровозин. Какая разница, какие заходы теряет бюджет? Однозначно запрещать на территории региона, пока федералы в Суме уже три года не могут этим этот вопрос решить. Николь нам в марте, по-моему, высший арбитражный суд дал на регионы право на нашу. Запретить им все, чтобы эти ягуары и прочие там вообще в принципе отсутствовали на поле. Депутаты ЗАГСобрания на первом заседании осенней сессии приняли к рассмотрению законопроект, согласно которому в Омской области предлагается полностью запретить продажу алкогольных энергетиков. Денис Уонас, Артем Колесников, Антенна-7. До юбилея города еще два года, а мечи уже начали готовить подарки к празднику.